Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Даша. В этом видео распакуем с вами посылку тканей. Мне пришел новый пакетик, я расскажу о том, что планирую из него шить. Это магазин тканей, который я очень сильно люблю. На мне, кстати, платье по новой выкройке, которое скоро выйдет у меня на сайте, и скоро выйдет видео, как шить такое платье. Но суть в том, что я вышила из вискозы из этого магазина. Да, это магазин 1 метр ткани, и после того, как я провела распаковку этой вискозы, и ее полностью, насколько я помню, забрали, не знаю, появилась ли там еще в такой расцветке ткань. Она потрясающая вообще, просто настолько мягкая, приятная вискоза. С ней классно работать, несмотря на то, что она тонкая, она очень... Ну, я ее ничем не обрабатывала, она в работе оказалась очень податливой, то есть не нужна никакая стабилизация, не нужно все дополнительно сметывать. Очень классная вискоза, я не ожидала, потому что, как-то я говорила, что штапель я больше шить не хочу, не планирую, не буду, но вот заказала здесь штапель, и поняла, что он здесь чуть более такой плотный, классный после стирки. Я, кстати, недавно шила юбку, такое длинное предисловие будет, недавно шила юбку, тоже по выкройке, которая у меня есть уже на сайте, первоцвет. Юбка тоже шита из этого же материала, другого цвета, и тоже шьется очень легко. Та ткань, кстати, чуть, по-моему, более тонкая, нежели эта, как мне показалось. И еще большим приятным бонусом оказалось то, что эта вискоза не так уж прям сильно мнется, и не так уж сильно видно, что она чуть-чуть примялась. Не сказка ли это? Поэтому, видите, силуэт более приталенный, но, несмотря на это, швы не разъезжаются, и платье отлично долго прослужит. Давайте распакуем посылку. Она у меня большая, ну, достаточно такая увесистая. Дело в том, что обычно летом приходят посылки маленькие, компактные, потому что это тонкие летние ткани, но здесь ткань одна будет не то, чтобы летняя, но давайте, в общем, по порядку. Кстати, магазин 1 метр ткани всегда дает промокод моим подписчикам на скидку 5%, это очень приятно, учитывая, что цены у них доступные, и этот промокод позволяет сэкономить деньги. То, что вы вводите промокод, получаете 5% скидку, иногда получается, что доставка полностью получается бесплатной, это очень приятно, ну, имейте в виду, что доставка купается скидкой. Промокод синева, оставлю его тут в видео, и оставлю его в описании, ссылку на сайт тоже оставлю в описании, переходите и смотрите. Так, вот такой рулон у меня в этот раз. Сейчас я буду распаковывать тоже все. Всегда приходит все в рулончике, это, кстати, достаточно удобно. Давайте начнем по порядку. Здесь у меня футер трехнитка с начесом. Да, согласна, немножко нетипичная ткань для лета, но дело в том, что это ткань для заказа. Я точно знаю и уверена в футере из 1 метр ткани, что он со временем с множеством стирок не скатывается с лица. У меня у дочери комбинезон состоит из двух разных футеров. Один футер из 1 метр ткани, другой из другого магазина. И вот другой он закатался. Ну, не потому что магазин плохой, а потому что там, ну, практически стопроцентный состав у футера – это хлопок. Здесь же в составе идет полиэстер, эластан, и ткань становится более износостойкой. Здесь очень приятный мягкий начес. Поэтому я всем рекомендую трикотаж в 1 метр ткани. И, собственно, заказчику тоже порекомендовала. Выбрали цвет ментол. Здесь, на самом деле, 2 метра. Мне нужно отсюда метр 50 максимум на заказ. Поэтому 50 сантиметров или там даже какие-то выпады останутся. Я остальное все дочке буду. Дышевать дочке. Худик, возможно, ей уже сошью на осень уже. Потому что из этого комбинезона она вырастает. И это было очень удобно. Очень удобный комбинезон. Не нужно думать, что одевать ребенку в холодное время года очень круто носить футер с начесом. И к нему также кашкарсе в тон. Это плотный кашкарсе для трехнитки. И для трехнитки с начесом. Здесь у меня 50, по-моему, сантиметров. Ну, в общем-то, на манжеты для заказа. И если что-то останется, опять же, дочке тоже. Ну, там останется, господи, ей выпады на манжеты сделать. Это очень удобно. Тоже манжеты для детских изделий, чтобы нигде ничего не поддувало. В общем, ребенок находится в тепле. Далее я просто обожаю лапшу из 1 метр ткани. У меня есть черная, голубая и розовая. Розовая, нежно-розовая. Я шила лонгслив по выкройке утренняя нега. Я шила лонгслив с разрезами для рук. Потрясающая тоже лапша. Не мнется, не пеленгуется. При стирке не садится. В общем, все с ней идеально, все хорошо. Я шила топ черный двухсторонний. Тоже очень мне нравятся в носке. Очень упругий, классно возвращается в форму. Никаких вот этих вот растяжений. Когда вы шьете из лапши хлопковой, такая лапша имеет свойство не стягиваться обратно. Вот если вы, например, шили прилегающий топ, прилегающего кроя, скорее всего, он у вас будет растягиваться со временем. А вот эта ткань не будет, потому что она из полиэстера. И еще у меня есть брюки. Я тоже шила клеш в том году. Черные. Очень крутые вообще. Я в них тоже хожу. Офигенные брюки. Мне нравится, как они сидят. Вот опять же, я шила по этой же выкройке брюки из материала тоже трикотажа. Но это не лапша, но он похож такой, в рубчик тоже, трикотаж. И он уже тоже состоит из хлопка и шерсти, по-моему. Утепленный вариант такой. И плохо, очень плохо. Все, с ним сидит он не так хорошо. И мне не очень нравится. Я считаю это своим неудачным пошивом. Вот. Мне кажется, его я на канале не показывала их, потому что я точно такие же сшила на канале с мастер-классом брюки-клеш из вот этой лапши. И на сайте появились новые цвета лапши. Совершенно потрясающие, яркие. Вот эта лапша предательски похожа по цвету на лапшу, которая у меня есть. Светло-розовая. Но эта лапша более такая насыщенная, розовая, сухая роза. Я бы сказала, что она неплохо подходит по тональности с моим платьем. У меня, кстати, остался выпад от платья, по-моему, около метра. И можно сшить юбку такую же, вот по выкройке первоцвет. И сверху топ вот этого цвета. Я думаю, что это будет идеальное комбо. Да, из этой лапши я хочу сшить топ двухсторонний. И, может быть, еще что-то останется. Тогда что-то типа предвыгающего кроя футболки. Да, конечно, останется. Я думаю, тут на два минимум изделия плечевых. К тому же топ вообще без рукавов идет. Но он идет с подкладкой. Я хочу увеличить плечевых изделий себе. Потому что у меня есть, в принципе, какие-то брюки, джинсы, шорты. А наверх у меня в основном только футболки. Такие оверсайз, которые были модно. То они уже тоже подизносились. Очень быстро изнашиваются футболки. Поэтому я хочу сшить что-то прилегающего кроя. И в том числе побольше топов. А то у меня только топ один. Так что это вот на этот план. На ближайший. И вот такая вообще невероятная лапша. Я, наверное, потом себе еще дозакажу вот такой вот лапши. Потому что я еще хочу брюки клеш. По той же выкройке. Офигенные вообще брюки. Классно сидят. Классного кроя. Очень модные. И быстро, легко шьется. И вот этого цвета, мне кажется, будет вообще потрясающе. Это мой цвет. Такой тоже более насыщенный. Там раньше были, знаете, такие вот припыленные цвета. Ну, был черный, молочный или белый. Голубой. Очень тоже красивый. Светло-розовый. А здесь появились яркие насыщенные цвета. Я прям как сразу увидела, сразу заказала. Такого вот классного цвета. Давайте покажу свойства на примере этой ткани. Хорошо ткань тянется. И офигенно быстро возвращается в форму. Она совершенно не мнется. Более того, мне больше всего нравится ее эффект, когда ты только постирал, повесил, посушил. И все, ее можно сразу надеть. И не нужно ничего тебе утюжить, там, отпаривать и так далее. Это удобно для матери, на самом деле. Потому что иногда вот это вот время, когда ты стоишь, что-то там наутюживаешь. Но его иногда нет. Да, тоже хочу сшить топ из этого. И, возможно, лонгслив останется с длинным рукавом. Это уже будет лонгслив на прохладное время года. Следующая ткань, это тоже новинка. Ее не было, не было. Теперь ассортимент увеличился. Это рубашечная ткань. Хлопок. В составе хлопок. И, по-моему, полиэстер, по-моему, тоже есть в составе. Нужно посмотреть полный состав. Просто я посмотрела, что это вот такая вот мелкая клеточка. И мне такая клеточка очень нравится. Для платьев с рукавами пышными или для сарафанов. Вот что-то такое. Очень классно смотрится в клеточку. У меня, опять же, тоже выйдет платье. Вы увидите. А может быть, кто-то подписан на меня в инстаграм. И вы уже видели, какое платье у меня выйдет. Там такое белое-розовое в клетку яркую. Вот эта ткань отлично подойдет для этого платья. И, кстати, преимущество ее в том, что она не просвечивает. Да, хоть она достаточно тонкая и имеет белый потон, ну, белую с красной клеткой, клетку, но она не просвечивает абсолютно. Она совершенно не тянется. Здесь нет эластана. Но вы можете шить какие-то платья с пышными юбками, с пышными рукавами. Какие-то сарафаны на бретелях с ярусными юбками, платья с ярусными юбками. В общем, вот что-то такое. Ну и, конечно же, рубашку и свободные брюки. Например, в качестве костюма сейчас модно. И костюмы такие в тотал цвете из клетки. Сейчас клетка на пике популярности, на пике моды. У меня здесь 2 метра, и мне хватит на платье, и мне хватит на рубашку. Но я, скорее всего, сошью в платье. Мне надо посмотреть, как выглядит ткань у лица моего. Я не вижу так сейчас. Но, скорее всего, это будет платье все же. Какое-то мини-платье. Накладная у меня здесь, как всегда, кладется в заказ накладная. И последний отрез, который мы сегодня посмотрим, но не менее прекрасный. Откроем. Это ткань манго. Тоже появилась в новых цветах. Боже, какая красота. Когда ткань выбирала, я ночью проснулась и поняла, что мне нужна эта ткань. Именно в этом цвете для костюма. Я хочу сшить кулоты мягкие такие, со складками. У пояса свободные. И сверху я хочу сшить рубашку такую. Эту ткань я знаю. Она мне знакома. Тоже она у меня есть. В светлом лиловом цвете. Но появились яркие тоже цвета. И вот этот салатовый меня покорил. Мне сейчас очень нравятся оттенки зеленого, розового. По мне видно, да? Я очень люблю сейчас вот такие теплые. Почему-то мне очень сильно нравятся вот такие теплые зеленые оттенки. Может быть, потому что популярны стали. Может быть, потому что стали модными. Но вот мне нравятся сейчас такие оттенки. Эта ткань тоже полиэстеровая. Имеет такой эффект жатости. Как бы напоминает, наверное, жатость муслина. Но по ощущениям более такая тягучая. Более такая тяжеленькая, что ли. Вот, наверное, напоминает еще креп вот по своей структуре. При сминаемости, естественно, ничего не мнется. Потому что полиэстеровая. И имеет жатку не по долевой, а по утку. И более того, по долевой и по утку. Значит, по долевой тянется более упруго. По утку тянется более как-то вот мягко. Я не знаю, как сказать. В общем, эту ткань можно кроить по утку. Потому что мне нравится, когда жатка располагается вдоль. То есть вертикально, да? Не горизонтально. И я буду кроить по утку. У меня здесь 2 метра. Этого вполне хватит. И на кюлоты. Ну и должно хватить на рубашку. Насколько я знаю. Насколько я понимаю. Правильно подсчитала у себя в голове. Надеюсь, хватит. Ну, в общем, самое главное, на самом деле, мне здесь шить кюлоты. Кюлоты будут очень круто смотреться из такой ткани. Ну, какие-то платья. Но ткань, учитывайте, что ткань тянется. То есть лучше, да, шить или что-то свободное, или что-то прилегающее. Ну, и что-то прямое. Короче, все можно шить, да, получается. Такой вот был мой заказ в этот раз. Промокод Синева. Переходите по ссылке внизу в описании в магазин. Выгодно приобретайте ткани. Шейте себе летние платья, летние костюмы. Сейчас самое любимое время мое для пошивов. Самое вдохновляющее, потому что можно шить что-то быстренько за один день. Красиво, из легкой строящейся ткани. Или из классного хлопка, который очень легко и сшить, и обработать. И ВТО поддается. Самое время, да, из таких материалов шить. И сразу же выгулить свое новое изделие на прогулке. Поэтому наслаждайтесь шейте и гуляйте в этих изделиях. А мы увидимся с вами очень скоро в новых видео. Я всех целую. Пока-пока.